ребят всем привет меня зовут юля добро пожаловать в очередной обзор покупок с вайлбрис сегодня у нас с вами будут как платье так и летняя одежда и с вами как раз посмотрим платье и немножечко с вами обсудим как раз таки тему если смысл их вообще там покупать если смысл искать что-то себе например на грядущие выпускные все расскажу все поясню и перед началом этого ролика я бы хотела пригласить вас к себе магазин на вайлбрис там я продаю комфортные домашние комплекты белья их я отшиваю на производстве в краснодаре они из вискозы очень эластичные приятные вы их не будете ощущать на своем теле буду рада вашим заказам поддержки ну или даже банальному добавлению вы избранные моего бренда это уже поможет мне в продвижении но мы приступаем к этому ролику не будем затягивать с тем что находится на мне конечно же я надеваю что-то сразу в обзоре на себя и у меня сегодня очень любопытное платье я на него уже дело скажем так предобзор у себя в кружочках телеграме и если не подписаны на мою телегу можете приходить туда я возобновила там общение именно такой лайф формат там кружочки там какие-то опросики не так часто я не буду надоедать поэтому можете туда приходить спокойно будете видеть некоторые вещи заранее и некоторые ссылочки будут вас заранее вот это платье заказала я по вашим рекомендациям я составляла пост и попросила поскидывать мне ссылки на платье его сейчас три платья 1 как раз таки будут по вашим ссылкам вот это платье мне однозначно понравилось. Это стилистика Шейна. У меня было похоже платье зеленое, такое, немножко мятное. Я его буквально пару дней назад отправила с авито-доставкой и немножко разгружала свой гардероб. И вот оно чем-то было похоже, просто оно было полностью закрытое и с другим вырезом, с квадратным. Мне очень нравится то, что сейчас надето на мне. Я вроде бы как оставила, да, оставила бирку. Здесь у нас 95% полиэстро 5 и ласта, но понятное дело, что ожидать чего-то какого-то такого особенного состава от китайского платья мы не будем. Это как раз-таки Китай. Я говорю, не просто так. Это реально там даже карточка с моделью Шейновской. Я их всех уже помнила наизусть, пока снимала два года обзоры. Платье классное, сел хорошо, фигур подчеркивает, не спадает с плеч и его можно приобрести на какое-то мероприятие. В принципе, вы не обломаетесь и ценник у него не такой уж и грандиозный. Понятное дело, что в Китае вы купите такое же платье гораздо дешевле. Кстати, на Алишке по-любому вы сможете его найти. Но я каждый раз говорю о том, что на ВБ мы покупаем платье и платим, ну не только платье, любую одежду, мы платим именно за скорость. Вот и все. Ценник различается как раз-таки за скоростью, потому что все товары, в принципе, которые продаются у нас на ВБ, закупаются в Турции, в Киргизии, Китае, в ближайших, в общем-то, странах, которые занимаются различными производствами. Это платье я одобряю. Идем с вами дальше. Следующее платье тоже типичное солишки. И фоточки, по-моему, там уже были самостоятельно сделаны. У меня есть какое-то подобное платье. Здесь веревочки и оно такое шоколадно-коричневое с затяжкой по ноге, но оно длинное. У меня есть похожее черное платье, но немножко другого состава. Так, 65% полиэстер, 30% хлопок и 5% спандекс. Ну, что-то не знаю, как-то не особо сильно верится в то, что здесь действительно есть хлопок, но ткань смесивая. Она внутри почему-то такая мягкая, а снаружи именно гладкая. Не знаю, насколько это окей или не окей для летнего платья. Мне кажется, больше не окей. В нем будет просто банально жарко. По фигуре она села вполне себе неплохо. Вот эту затяжку по ноге можно регулировать, но честно, я бы такое лучше на Али заказала, немножко бы подождала. Ну, аккуратно, в принципе аккуратно. Здесь придираться не буду. Ничего прям не торчит, никаких ниток нету. Все окей, все хорошо. Здесь я взяла яйтечку 42 размер, а у моего белого платья размер XS. И следующее платье, оно в таком бархатном бордовом исполнении. Кстати, очень симпатично и интересно смотрелось на картинке, поэтому я его и выбрала к заказу. Мне было интересно, как оно смотрится сверху на груди. Что я могу сказать по поводу этого платья? Давайте сначала посмотрим, что у нас здесь по составу. 95% полиэстер, 5% спандекса. Тоже Китай. Но у вот этого платья такой же состав, но при этом это платье очень классное. По посадке, тянущееся, приятное, выглядит симпатично. Вот это платье, мало того, что у него отовсюду торчат нитки, оно прям, ну, неаккуратно сшит, ну, прям, ну, неаккуратно, я вам могу сказать именно так. Так еще и вот этот бархат все-таки, он прям жутко дешевит, это платье. Мне понравилась форма, очень хорошо по фигуре садится это платье, и талию подчеркивает, и грудь не выпадает, все довольно симпатично, мне прям, ну, вот эта тема зашла. Но само качество ткани не такое приятное. Вот это платье я бы не советовала к заказу. Идем с вами дальше. О, сейчас будет обалденный костюм, этот костюм запал мне в душу. Это у нас, значит, вот такой топ с интересным вырезом каплика. Я люблю такие вырезы, потому что... Ну, кстати, здесь этот вырез не попадает на мою тату, но я очень люблю, когда что-то подобное происходит. Очень плотная здесь ткань у этого костюма, размерчик XS. Сейчас я найду вам бирку и все озвучу. Так, здесь 95% хлопка и 5% эластана. Я взяла комплект в размере XS. Это собственное производство, все это сделано в России. Вот эта юбка. У меня когда-то был подобный какой-то комплект, но там было другое качество, и она не держала форму. В данном случае юбка садится идеально по талии. Здесь такая плотная резинка, кстати, она не перекручивается. Меня это радует, потому что я не люблю юбки, в которых перекручивается резинка. Говорила уже об этом неоднократно. И она идеально садится. Нужно, конечно, иметь плоский животик для того, чтобы ходить в этой юбке. Но, девочки, работая над фигурой, как говорится, просто подчеркивает эту фигуру, костюм идеальный. Я хочу уже его надеть. Костюм я этот отобряю сдач, но в нем буду еще гонять еще очень долгое время. Я думаю, даже не один сезон. Я не просто так сказала вам о том, что те же самые платья можно было спокойно заказать на Алиэкспресс, потому что это дополнительная экономия. Мало того, что они сами по себе стоят дешевле на том же самом Али, так еще и можно воспользоваться кэшбэком. И я бы хотела сегодня рассказать вам про кэшбэк-сервис Мегабонус. Для того, чтобы получить процент возврата от своей покупки, необходимо банально зайти на сайт Мегабонус, ну или зарегистрироваться там, если вы еще не зарегистрированный пользователь. Кстати, на главной странице Мегабонус вы всегда можете найти магазины с повышенным кэшбэком. Эти магазины там постоянно меняются. Процент там всегда максимальный. Ну и, кстати, кэшбэк на Алиэкспресс совершенно недавно составлял 30%. Поэтому я рекомендую активно проверять именно эту вкладку. В Мегабонус есть программа лояльности. Чем выше ваш уровень в этой системе, тем выше ваш кэшбэк. Ну и, конечно же, моим подписчикам совместно с Мегабонус мы предоставляем промокод на повышенный кэшбэк. Для того, чтобы его активировать, достаточно перейти по ссылке внизу в описании или же также скопировать код, который указан там же, ну или отсканировать QR-код, который вы видите сейчас на экране. Успевайте забрать повышенный кэшбэк, ну и совершить самые выгодные покупки. Ну а мы с вами идем дальше. Дальше у нас будет топ. Тоже, кстати, как будто бы типичная Алишка. Но мне понравилась стилистика. Чем-то похожа, знаете, на Дейзи или что-то подобное. У меня просто ностальгия сегодня какая-то. Вот такой топ. Здесь, получается, рукавчики-сетка. Сетка также спереди и сзади пришитая к основной ткани. Состав полиэстер, спандекс. 95% полиэстера, 5% спандекса. Только он великоват. У меня он просто банально спадает с плеч. Мне кажется, что он просто большимерит, поэтому... Хотя, в принципе, по рукам-то сидит хорошо, потому что это сетка, и сетка хоть и эластичная, но прям сильно не растянется. Ну, нет, она тянучая довольно-таки. Поэтому мне кажется, что все-таки сдвиг идет на один размер, и мне бы нужно было на размер меньше, но я и так оказала самый минимальный. Но относительно этого топа у меня осталось такое мнение 50 на 50. Чего не скажешь о следующем топе. У меня сейчас здесь такой термоядерный зеленый топ. Он у меня уже, в принципе, давно, но я не могла поделиться с вами ссылкой, потому что его просто банально не было в наличии. И как раз-таки сейчас я увидела, что наконец-то их стало в достаточном количестве, и вот этот такой, ну, уже, в принципе, очень популярный топ, да, многие такой топ носят и покупают. Хотя бы не боди, да, мы уже обозревали с вами и боди, но мне понравилась именно яркость цвета. У него здесь получаются швы наружу, вот такая вот стяжка, и он ярко-ярко салатовый. Такой очень тянущийся, классный трикотаж. Я надевала уже несколько раз этот топ, круто смотрится, мне понравилось. Единственное, что я взяла и завязала узелок на вот этой части внизу, да, и просто-напросто спрятала его в одну сторону, и теперь я его не развязываю, не завязываю, а просто надеваю. То есть лишние ниточки я убрала, они прям были слишком длинные, и это такой плотный шнурок, меня просто раздражало то, что у меня вот висит какая-то штучка внизу. У меня велосипедки самые, знаете, такие базовые, они хорошо тянутся, у них здесь плотный вот такой поясок, и он идет как бы вместе с основной тканью. здесь у нас размер XSS, производство турецкое, кстати, составника я вам сейчас не скажу, он был на пакете, пакет я сейчас в руках уже не держу. Это такой плотный классный материал, который обычно используется для спортивных костюмов, но мне, кстати, кажется, что не обязательно именно вот в этих велосипедках ходить в зал, я вам покажу какие-то образы, просто такие повседневные, как бы я ходила просто летом. Мне кажется, тоже топ полоска, вот эти вот шортики, точнее, велосипедочки и обувь, которую я вам покажу чуть дальше, будут сочетаться круто, или же они точно так же со спортивной любой обувью на повседневку просто отличный вариант. И они очень так же хорошо тянутся, но при этом все равно сидят плотненько. Посмотрим, как резинка, вот нужно последить за резинкой, потому что у меня иногда такие резинки потом растягиваются немножко на талии, но пока что, в принципе, мне все понравилось, оно обтягивает хорошо, фигура подчеркивает, ничего лишнего не показывается, лучше показывает, поэтому им я тоже ставлю лайк. И последнее, что я бы хотела вам показать, это обувь. Очень такие базовые, тоже в китайско-корейском стиле сандалики, или я даже не знаю, как их правильно назвать. У меня здесь получается просто такая плотная подошва вспененная, и ремешки, которые идут по ноге, получается здесь закреплен пальчик, потом далее основная стопа, и вот сзади, после обкручивания вокруг щеколотки, еще идет замок. На улицу я пока все это не надевала, у меня здесь 39 размер, смотрится неплохо, надо узнать, как будут ноги себя в них вести, будут потеть, не будут потеть, но в целом очень такая простая обувь, все зависит, кстати, от ценника, я не помню, сколько они стоили. Ну, то есть, в принципе, хорошо, дальше уже стоит ориентироваться, да, на цену, ну, а так, в принципе, неплохо. Что ж, ребят, на этом все, сегодняшний обзор подошел к концу, надеюсь, что он вам понравился, он был интересным, теперь вы знаете, что стоит брать на выбор, что не стоит брать, и стоит ли ориентироваться вообще на платье, если вам интересна эта тема, то, возможно, мы с вами повторим тематику с платьями, или же с вашими ссылками, потому что вы очень активно на это реагируете, вам интересно, когда я проверяю товары, которые рекомендуете вы, поэтому дайте знать об этом в комментариях, и дайте знать также о том, какая позиция этого обзора понравилась вам больше всего, ну, а мы с вами увидимся в одном из следующих роликов, я вас целую, до встречи, и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok